Начнем с того, что я, как правило, наверное, вы обратили внимание, может быть, те, кто часто приходит на наш сайт, читает или смотрит мои ответы, другие материалы, я никогда не вхожу в споры ни с одним раввином. Если мы только говорим о настоящих раввинах, а не самоназванных, типа реформистские, консервативные или вообще еще что-то такое. Я не вхожу в это. У каждого человека есть своя душа, у каждого человека есть потенциал души. Если он функционирует как преподаватель Торы, если помогает другим учить Тору, то он раввин. И при этом он в этой деятельности, соответственно, приоткрывает те или другие грани. Больше мне нет спора никакого, мне не о чем спорить ни с кем. Но это не значит, что я, наблюдая за тем, что происходит, не выскажу какие-то мысли, которые должны улучшить ситуацию, помочь улучшить ситуацию. Потому что ситуация с так называемой семью заповедей Ноаха, я коснусь этого позже, пока, допустим, что-то есть. Семь заповедей Ноаха. Ситуация за последние 20-30 лет вышла из-под контроля. Ухватили за это много людей. Печально, но факт, ухватились, не понимая, что это, зачем это. И, совершенно естественно, это можно было предвидеть. И мне это уже не нравилось много лет тому назад. А сейчас это еще больше не нравится. Стало все превращаться в религию. В заповеди, общины, сообщества и так далее и тому подобное. Но любая религия, которая отличается от Торы, отличается от того, что Творец дал, Творец, а не никто там, это форма идолопоклонства. Любая. Поэтому, совершенно не имеет значения, что христиане или мусульмане говорят о своей религии. Они имеют право говорить, что они хотят. Это идолопоклонство. Потому что это отличается, что-то другое. Идолопоклонство, правильно, это по-русски очень неправильное слово. И по-английски тоже, айдолатри и тому подобное. Это слово, которое уводит в сторону. А где идолы? Думают, что идолы обязательно африканские башки. Нет. Поэтому слово неправильно. На иврите идолопоклонство называется авадазара. Служение Всевышнему чуждыми методами. Или не Всевышнему, неизвестно кому. Короче, служение чему-то высокому, какой-то силе, зарает от чужими методами. Это вот идолопоклонство. И всегда методы чужие. Потому что если не чужие, они в Торе находятся. Потому что вне Торы уже нет ничего. Творец так мог все дать, чтобы все было в Торе. Это одна мысль. Вторая мысль. Почему не могло быть никаких семи заповедей сына Нуаха? Слово заповедь, это означает получить заповедованное. Кто-то должен был взять и заповедать тому, кто должен в Западе выполнять. Никогда процесса заповедования не было. У горы Синай стоял еврейский народ. И вместе с этим все души всех поколений, а также те, кто сделали Гию, присоединились к еврейскому народу. Это все да. Но если не сделал Гию, если человек родился неевреем, нет катастрофы. Это не вина и это даже не беда. Но он родился неевреем. Его предки, впрочем, не были у горы Синай, не получили ничего. Как это можно назвать заповедей? Это не заповедей. Никто им не заповедовал ничего. Это вторая мысль. Третья мысль. Любая заповедь – это некое повеление, пожелание. И нельзя никогда точно сформулировать. Потому что любые фразы, любые мысли имеют очень много нюансов. Кроме того, никогда нельзя точно знать, что ты выполнил или нет. То есть должны быть люди, в данном случае мы говорим о людях, которые знают эти нюансы, понимают и могут разрешить сомнения. Вот я выполнил некоторую заповедь. Но я не уверен, выполнил я или нет. Я должен пойти внутри мира Торы, еврейской традиции. Я должен пойти к раввину и сказать, я сделал так, так это выполнил. Это выполнение или не выполнение? Он мне сказал, так вот да, а вот так нет. Или в книгах будет это написано, эти все подробности, детали. Но сами книги без раввинов ничего не стоят. Должны быть люди, которые решают все нюансы, ибо нюансы бесконечно. И никакая книга не может все предусмотреть. Значит, должны быть такие люди. Есть они у них не евреев? Нет. Потому что они не идут по линии Мошера Вейну, который получил Тору, передал Йошуа. Йошуа передал пророкам, судьям. Был процесс передачи. И поэтому сегодня нормативный раввин, кто бы у них был, как бы ни был, он в каком-то смысле что-то получил по этой линии. И даже не раввин, просто человек, который внутри Торы, живет на основе Торы и прочее, он все равно в этой линии находится. Не еврей. И опять здесь нет ничего негативного. Но это факты. Не находятся в этой линии. Значит, он не сможет объяснить другому нееврею, правильно ли тот сделал или нет. Значит, не может быть никакой заповеди. А может быть только всякие человеческие мысли и пожелания. Это может быть. Это я хотел сказать. Нет никаких семи заповедей, но в правильном смысле. А есть в самой Торе. Есть мысли, которые указывают на некоторые идеалы для человека, чтобы он был достойным человеком. Дам шесть повелений, чего нельзя делать. И одно повеление, что можно делать. И вот это вот пожелание, это и есть ключ к тому, чтобы не еврей жил достойной жизни. Он не должен называть это заповедями. Он не должен придумать себе бнейнох, весь мой запал моей речи, потому что это распространяется. Ну, конечно, это мало распространяется, потому что это нежизнеспособный проект. Он не будет ничего с этим. Он не может быть. Но это идет, это путает людей. И мне жалко людей. Кого не евреев, которые придумают религию. То есть впадают прямо в идолопоклонство. И мне жалко евреев, которые не понимают этого. И не разделяют эту границу, где, что и как. Тоже плохо. Но если разделять, то можно жить достойно. Не еврей может жить достойно. Пользуясь здравым смыслом и здравой, этической, моральной стороной человека. И жить правильно и хорошо. Мне удалось увидеть нескольких людей. Ни одного, ни двух, ни трех, а больше. Которые живут достойно. Весьма уважаемо. И без всяких семей заповедей сыновей Ноха. Не живут как люди. Очень хорошо и очень достойно. Это то, что мне удалось. Я не говорю, сколько. Я не считал. Но ни два, ни три больше. И это доступно каждому. Кто не будет заниматься ерундой, как говорится. Не будет заниматься всякими религиями. Выдумывать религии, включая это. И будет хорошо. И тогда действительно будет хорошо. И тогда, как я говорил, как некий побочный продукт этого результата. Результата, что после ухода в другой мир, такой человек может получить место, особое место в Ганнедене, то есть в раю, который предназначен для неевреев, которые достойно живы. Вот, пожалуйста, результат. Все есть. Все хорошо. И не надо... Самое главное, не надо создавать религию. Никакую. Это то, что я хотел сказать. Всего доброго. До свидания.